друзья всем привет с вами зомби сегодня я хочу подробнее разобрать город для чего он нужен зачем он нужен как правильно им пользоваться чтобы заходить последний прибуток дело в том что город это тот же та же самая доска заказов с розовичком вы выполняете задание получаете получаете опыт и получаете денежки но город это на сто процентов выгоднее почему выгоднее потому что как вы знаете вы свои здания можете улучшать и получать за счет этого дополнительные и деньги и опыт давайте начнем банально самых простых посетителей зайдем в ратушу посмотрим смотрите у нас здесь есть посетители которые хотят отведать хотят в определенные здания попасть то есть покушать либо тортик либо там кафешку либо фургончик куда-то хотят если мы выполняем одно задание мы ничего не получим кроме опыта но если мы выполняем полностью все хотелки посетителя то есть два здания одновременно тогда он нам дает бонусный предмет для расширения то есть какой-то бонусный предмет в награду но при условии если мы выполняем все хотелки этого посетителя вот и все смотрите здесь у меня издание я выполнил допустим все пожелания этой девушки она дала мне в награду опыт бонусы и еще бонус кирпич дальше еще одна девушка также все выполнил дала у бонус пилу то есть я подготовил так чтобы как раз показать вам что можно получать бонусы и для чего это вообще нужно так еще один бонус дает то есть смотрите я не советую вам делать чтобы посетители выполняли только по одному заданию и их отправлять обратно то есть постоянно делайте так чтобы выполнять все все хотелки посетителей если вы их выполняете вам дают бонусный предмет в награду соответственно если за каждого посетителя получать бонусный предмет вы будете уходить очень огромный плюс это во первых дальше давайте все соберу потому что у меня здесь просто сейчас завалит этими бонусными предметами а дальше постараюсь раскидать наших посетителей по прилавкам дальше первого с первым разобрался так здесь просто видите мне все дают бонусы потому что я выполняю все то что они хотят то есть допустим антона требует хочет попасть в закусочную но у меня она занята я его не буду отправлять потому что я выполнил одно из двух требований зоопарк там уже если все выполним попадем дальше шарлотта осталась закусочная я отправляю ее в закусочную когда она там покушает два с половиной часа далее она мне даст еще награду у которую здесь написано и плюс бонусный еще предмет за то что я выполнил все все ее хочу в общем то как то так дальше раскидываем всех посетителей по зданиям и смотрим соответственно осениться смотрим желательно раскидывать чтобы выполнять полностью типа здесь у меня занято поэтому я не могу но типа в первую очередь раскидываем посетителей которые уже были в каком-то здании во вторую очередь всех остальных в принципе какие вы здания какие здания у вас прокачались построились и туда и закидываем посетителей дальше кинотеатр у меня уже не хватает места мне нужно закусочная и мне нужно гостиная то есть по идее я могу сейчас нажать на свой поезд у меня кстати уместимо шесть человек и пойти к другу вот 146 уровень соплановец посмотреть его посетителей что они здесь хотят только один ждет поезда на но здесь человеку у него уровень уже большой поэтому он и все хочу по выполнял мне бы нажать на поезд у только один человек ждет поезда ok давайте зайдем к более неопытным людям которые не выполняют все заказы может быть попробуем у него забрать несколько посетителей так у нас здесь есть но все как бы опытные давайте коллегу зайдем у него меньше уровень может быть он кого-то просто так вот смотрите здесь ела он отправил но ей нужно блин ей нужно попасть в кондитерскую но мне не нужно таких таких посетителей мне не нужно и что мне теперь делать но по идее остается ждать когда придет следующий поезд а особо одинаковых вот смотрите у меня здесь есть вот такой я его отправлю и вот этого тоже отправлю хотя пока поезд поезд куда придет следующий поезд мой придет внимание когда он придет так я не туда нажал куда поезд здесь где-то написано через шесть часов ну да в принципе я успеваю вы смотрите выполняете все что хотят посетители они вам дают бонус не советую отправлять вам если выполнили одно из двух заданий первую очередь выполняйте все задания чтобы получить бонус дальше что касается зоопарка если вы выполните все желания смотрите у меня там был посетитель я не помню я скорее всего его сейчас не на а вот смотрите у меня вот здесь есть антон чтобы он попал в зоопарк нужно выполнить предыдущих два желания то есть вы выполняете предыдущие два желания он идет в зоопарк а в зоопарке оставляет для вас вот такую вот награду то есть тоже бонусная награда если у человека из зоопарк он туда идет оставляет для вас еще бонусную награду что касается зданий здесь я сделал ошибку какую прокачал количество людей в первую очередь но что я вам советую делать вам нужно в первую очередь прокачать 3 человека и дальше прокачивать все на деньги почему на деньги потому что на маленьких уровнях деньги капец как нужны и поэтому качайтесь по три человека и дальше прокачиваете все на деньги до максимально я не знаю до ста процента может быть больше может быть меньше я пока что не знаю три человека качаете качаете на деньги время вообще не качаете потому что но если вы сидите в игре там целыми днями туда можете качать время либо время стоит качать только в таких более более больших зданиях потому что здесь посетители раз восемь часов проходит то есть вот здесь есть смысл добавлять бонус пять процентов по времени потому что пять процентов допустим из сколько здесь времени у меня из трех часов это два с половиной раза меньше чем бонус пять процентов из восьми часов так что вот первых трех зданиях в четырех даже советую вам качать по три посетителя и на деньги все на деньги качаем будете вкачивать все на деньги будет три посетителя вы будете справляться со всеми делами и будете получать очень хорошие бонусы с фермы дальше здесь у нас также есть станция где можно улучшать можно не улучшать но лучше до 10 сейчас 9 а это чем больше останется тем больше пояс может привозить вам людей то есть сейчас может 9 человек привезти а в городе у меня есть двадцать четыре человека ну типа вместимость 24 человека то есть один пояс привозит 9 человека здесь 24 плюс некоторые находятся некоторые задания выполняются пока проезжают новые плюс минус все нормально я думаю со временем буду улучшать дальше станцию чтобы хотя бы до пятнадцати человек улучшилось ну и следующее здание у меня по идее будет открывается на девятом уровне на следующем уровне репутации но смотрите в чем прикол следующем здании я также буду прокачивать на три человека и все на деньги три человека все на деньги таким образом вы я считаю что вы сможете получить максимальную прибыль из фермы нам опыт с города не нужен максимально он нам не нужен с города только потому что вы начинаете играть и вам а на начальных этапах игры от опыта нет никакого толку опыт вы будете получать с розовичков либо с каких-то событий других но получать опыт с города на начале его постройки вообще не вижу смысла лучше всего закидывать все это на деньги потому что если вы добьетесь результатов там плюс сто процентов по деньгам либо сколько можно сделать вы будете постоянно зарабатывать денег больше чем нужно а опыт вы со временем сами сможете прокачать мне допустим не нужно еще две желтой краски вот эти все предметы советую я вам искать и у друзей почему у друзей не так часто они попадаются допустим в газете чтобы их там покупать а у друзей их просто полно взять и вот кстати два попалась но не то что мне нужно и не факт что вы успеете это забрать вот так а если брать во внимание друзей то совет такой берете и газету листаете добавляйте в друзья всех людей у кого выше сотый уровень почему потому что ресурсов больше всего продают именно эти люди за счет этих бонусов с города за счет бонусов с фермы и за счет всего остального за счет посадки урожая за счет сборки урожая просто очень много бонусов вот смотрите зашел купил зашел купил то есть выше 100 уровня старайтесь всех добавлять даже выше выше вот это мне вроде нужно еще даже выше давайте 50 примерно выше этого уровня добавляйте в друзья всех если что-то не понравится весь со временем можете их оттуда удалить но я так думаю ресурсов конкретно вы можете получить очень большое количество с них не получить а купить но по идее разница одна и та же вот допустим я забыл мне по моему краска нужно было на краска 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 здесь новые задания это не гостиница до гостиница две краски нужно я забыл какой там уровень давайте сразу зайдем 140 и просто будем листать прилавки друзей чем больше соответственно друзей тем больше шансов каждый день находить ресурсы для расширений для улучшений для всего остального то есть иногда бывают такие моменты что ты заходишь и тебе попадается по 30 ресурсов у одного типа сразу человек там выставляет потому что они ему никуда не умещаются да очень сильно везет но иногда вот так попадает видите сразу 10 доски 10 скотча я к сожалению на это не успел эту раздачу иногда бывает что такие ресурсы люди продаются за одну монету это тоже бывает кому-то мне не нужны ресурсы он хочет их сразу скинуть он ставит одну монету вот допустим даже друг недавно тоже все продал смотрите сколько всего барахла по идее для него было но для нас в принципе годные ресурсы ну а насчет того вы посмотрите я краску даже нашел почти сразу то есть несколько минут потратил наш нашел краску и кирпич сразу куплю мне просто нужно 84 мне нужно освободить немножко вместо давайте это место освобожу с помощью вот этих штук да здесь выполнен еще какой-то заказик на 2 хорошо здесь сколько у меня еще нужно что-то выбросить давайте эту выбросим за пару минут ну то есть я даже не устанавливал запись вы можете сами проверить за сколько минут я нашел подходящие нам ресурсы и какой плюс из друзей если вы найдете у них ресурсы там они будут минут пять висеть это минимум так что что случилось стоп а вот этот вроде там я немного немного с ником напутал так окей вот здесь у меня есть красочка и сразу я кирпич тоже прикуплю пусть будет в общем чем больше у вас друзей тем проще вам строить амбары и улучшать расширять ферму он дальше прокачивать ваш город и все остальное первую очередь прокачиваем по три посетителя дальше по все 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 ресурсы уходят у нас дальше на монеты мне нужно вообще найти вот этих штук две штуки и краску я так дальше в друзья сейчас пойду и дальше все найду если у вас остаются конкретно какие то вопросы по городу вы можете спрашивать дальше последнее что я хотел сказать это расширение они здесь вообще не нужны по идее потому что вы только начинаете играть вы декорировать здесь ничего не будете и поэтому я советую вам не покупать не одну декорацию а все здания в городе можете смело выставлять не знаю так вблизи чтобы они друг другу не мешали то есть выставили как-то так близко другу возле друга и на вот этой будет стартовой локации вы сможете вообще все здания выставить которые которые есть возможность на данный момент купить городе да это нельзя перенесить к сожалению здесь можно переместить то есть расширять здесь территории нет смысла наверное только для красоты чтобы смотрелось лучше вот этот кусок убрать а остальные предметы расширений советую тратить на домашнюю локацию городе пока что вы пока не докачаетесь там уровня 60 лучше не тратиться потому что здесь вы зашли по забрасывали все ресурсы ушли а как вы купите все здания города и вы захотите уже декорировать городок ваш тогда можете тратиться почему бы нет я это могу не за парка не могу переместить продумано все не ладно туда смотрите на этом буду заканчивать спасибо вам всем за просмотр увидимся в следующем видео всем удачи спасибо спасибо Продолжение следует...